Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной разговор о медицине. Тема сегодняшней программы – корь, вся правда о болезни и ее осложнениях. Сегодня на студии Смолин Алексей Юрьевич, это главный детский специалист по инфекционным болезням нашего Министерства хранения Ульяновской области. Здравствуйте, Алексей Юрьевич! Добрый день! Алексей Юрьевич, тема очень злободневная, очень важная. Скажите, пожалуйста, зарегистрированы ли случаи кори в Ульяновской области? Насколько опасны это заболевание и есть ли у нее летальность? Да, в этом году у нас зарегистрированы три случая кори. Два случая у детей, завозные случаи, и один случай у взрослого человека, медицинского работника, заразившегося уже при контакте с больными корями. Непосредственно? Да, да. Действительно, заболевание очень серьезное. В нашей стране в этом году уже зарегистрировано 44 регионах это заболевание, хотя в прошлом году не было регистрации кори в нашей стране и более 700 случаев уже заражения. В основном болеют в настоящее время взрослые студенты, взрослые, амигранты из ближайших стран. Это Узбекистан, Таджикистан, Украина. Заболевание достаточно серьезное, считается он как бы детским заболеванием, что в основном-то болеют дети, и чаще всего подвержены заболеванию дети 4-5 лет. С этим связаны и профилактические меры, которые направлены на контроль и профилактику кори. К сожалению, у взрослых заболевание протекает достаточно тяжело. Ну, как правило, если детская инфекция, она... Да, как многие детские инфекции, протекают тяжело, но, слава богу, у нас летальных случаев еще не было, хотя в развивающихся странах, в странах Африки, летальность достигает 10%. То есть все-таки возможно летальность. Это очень высокая летальность, там чаще погибают дети. Это связано, конечно, с отсутствием вакцинации. Ну, Алексей Ильич, вы сказали уже четко, что действительно заболевание опасное. Но скажите, пожалуйста, как быстро оно распространяется вообще? Как, по вашему мнению, все-таки распространение такое серьезное? Ну, здесь от моего мнения не зависит от распространения кори. Ну, просто взгляд такой... Это эпидемический процесс. Специалисты, как специалисты. Достаточно высокая контагиозность. Источником инфекции является больной человек, либо вирус-носитель. Человек является опасным в плане заражения в конце инкубационного периода. То есть источник – это человек, больной человек? И это антропонос, чистый антропонос. И первые пять дней заболевания. Самая высокая опасность – заражение окружающих. 95% практически контагиозность. То есть избежать невозможно? То есть практически невозможно. То есть если человек находится в одном помещении с инфицированным человеком, то вероятность заболевания 90%. Ну, скажем так, в очаге, да? В очаге. Если он не привит. Если он не привит, то вероятность очень высокое заболевание. К сожалению. Алексей Юрьевич, давайте тогда скажем, какие характерные все-таки симптомы для кори? Ну, в первую очередь корь начинается как респираторное заболевание. То есть как типичное респираторное заболевание. Да, это высокая температура, это сухой кашель, очень характерный для кори конъюнктивит и другие респираторные явления. Насморк может быть, боль в горле может быть. И на ранних стадиях можно диагностировать только специалистом это заболевание. Потому что есть особые признаки, которые можно на ранних стадиях диагностировать это заболевание. И самое главное, это эпидемиологический анонс, то есть контакт с больным корием и подобным заболеванием таким. На пятые сутки появляется высыпание. Давайте поподробнее. Какие-то есть характерные особенности высыпания? Да, характерно. Она отличается от других высыпаний. Может, откуда начинается, а дальше. От других заболеваний с экзантемами. Это в течение трех дней происходит высыпание. То есть есть определенная этапность при коре. В первую очередь высыпание появляется на голове, волосистой части головы, лице, шее. Далее это продвигается на конечности, грудную клетку. И на третий день высыпания появляются на ногах, на руках, на нижней части туловища. Алексеевич, давайте элементы сыпи тоже опишем. Элементы сыпи популезные. То есть это пятна, тенденции к сливанию. Выступающие над кожей? После высыпаний, в течение, может быть, полутора недель высыпаний сохраняться, остается пигментация на коже после этих элементов. В принципе, и уже, как я говорил, первые пять дней человек является опасным для окружающих. Потому что самое время идет размножение вируса. Самый важный период, самый первый. Алексеевич, если человек заболел корей, какие должны быть вообще его действия, кому обращаться, куда звонить, кого звать на помощь, как говорится? Ну, в первую очередь, как и при любом заболевании, со высокой лихорадкой, с респираторным явлением, тем более с какими-то высыпаниями на коже, нужно обратиться, безусловно, за медицинской помощью. Потому что правильный диагноз может поставить только врач. Потому что можно подумать, что это какая-то аллергическая реакция, человек несведущий может подумать. Либо какое-то другое заболевание с экзантемой. И, соответственно, неправильно себя вести. А в чем опасность? Опять же, в том, что распространение коря может быть. Не столько для самого человека может быть это опасным, как для окружающих его. Потому что человек, может быть, и перенесет заболевание в средней степени тяжести, легкое течение какое-то. А заразив пожилых людей окружающих. Так называем группу риска. Детей младшего возраста, допустим, не вакцинированных. Потому что есть группа детей, допустим, инвалиды, которым противопоказанная вакцинация. Они находятся в группе риска тоже по коре. И, естественно, они будут очень тяжело переносить это заболевание, вплоть до серьезных последствий. И, конечно, чем раньше человек обратится за медицинской помощью, тем раньше ему объяснят, как можно действовать в этой ситуации. Нужна изоляция. Нужно решить вопросы госпитализации. Необходима госпитализация. Это тоже зависит от ряда факторов. Но самое главное, конечно, это изоляция и симптоматическая терапия. Потому что специфической терапии у кори нет. Это управляемая инфекция. Она управляется вакцинацией и лечится симптоматически. Алексей Ильич, ну вот лечение, я так понимаю, что оно зависит все-таки от степени тяжести заболевания, правильно? Можно все-таки самолечением заниматься? И в каких это случаях возможно? Или все-таки всегда нужно обращаться к врачу и следовать его рекомендациям? Ну ладно, еще раз я повторяю, в любом случае нужно обращаться к врачу, потому что здесь идет дифференциальная диагностика. Это ведь может быть мингокуковая инфекция. То есть контагиозность из-за этого, да? Нет, это может быть другая какая-то инфекция. То есть дифференциальный диагноз нужно провести у пациента. То есть это может быть мингокуковая инфекция, которая очень опасная тоже для пациента непосредственно. Это может быть какая-то другая, это может быть краснуха, да? И там другие заболевания, связанные с экзантемами. Поэтому здесь в любом случае нужно обращаться за медицинской помощью. То есть диагноз очень важна для эпитономиза даже. Конечно. И опять же необходимо обследование, да? То есть необходимо обследование для подтверждения этого заболевания. Оно входит в... Стандарт обследования, да? В программу искоренения кори, как у нас в стране, да, как и во всем мире. Поэтому есть определенные процедуры для диагностики этого заболевания, для его фиксирования, да, передачи экстренного извещения. И это все на государственном уровне происходит. Поэтому, конечно, нужно обязательно обращаться за медицинской помощью. И для чего еще? Чтобы наблюдение было специалиста, терапевта или педиатра, да, чтобы избежать ранних и поздних осложнений. Потому что очень тяжелая кори не столько страшна своими проявлениями, как своими осложнениями. И погибают чаще всего, конечно, и дети, и взрослые от осложнений кори. Алексей Ильич, давайте скажем сразу тогда, какие осложнения при коре? Ну, чаще всего это поражение в рот-легочной системе, да, это внимание могут быть. Это может быть поражение нервной системы, очень тяжелое, в виде энцефалитов, вплоть до летального исхода, да, и тяжелых последствий после перенесенного этого заболевания. Это поражение лорорганов, да, отиты тяжелые могут быть, синуситы могут быть тяжелые, фронтиты могут, да, пансинуситы развиваться. Вот поэтому, конечно, вот эти осложнения приводят чаще всего к тяжелым последствиям и в будущем, и вплоть до летальных исходов. И, наверное, идет усугубление тех заболеваний хронически-инвестиционных, которые у человека... Да, особенно люди с эндокринными заболеваниями, бронхолегочными заболеваниями, хроническими, с сосудистыми заболеваниями, да, заболеваниями нервной системы, да, вот эти вот дети, которые, особенно у которых предпоказания были для живых вакцин, с иммунодефицитами, да, дети, которые, вот, вич-инфицированные, допустим, да, дети, вторичный, первичный иммунодефицит, тоже они в группе риска находятся. Алексей Ильич, давайте вот такой миф немножко развеем, да, о том, что вот, может быть, там меня минует, да, или как-то обойдется, да. Я имею в виду, подвожу вас к теме вакцинации, да. Кому показана вакцинация, в каком возрасте она делается, и кто подлежит вообще вакцинации? Ну, корь, как таковое заболевание является управляемой инфекцией, и уже достаточно длительное время проводится вакцинация. И вакцина входит в календарь привык. Вакцинируются дети с 12 месяцев, первый этап вакцинации. Ревакцинация проводится в 6 лет. То есть, ревакцинация... Считается, что, да, что... Обязательно ревакцинация обязательно. Конечно, да, ребенок защищен. Должна двукратная быть ревакцинация с ревакцинацией. И считается, что ребенок защищен. Чаще всего в 12 месяцев проводится комбинированная вакцинация, то есть, это корь, красновых аппаратит, и ревакцинация той же группы вакцин уже в 6 лет, когда дети готовятся к школьному периоду. То есть, это дошкольники. В дальнейшем вакцинация идет по эпид-показаниям. То есть, это уже для взрослых. Либо это вакцинируется группой риска, да, то есть, это медицинские работники, которые чаще всего сталкиваются с какими-то такими подобными заболеваниями. Это... Это так называемая декретированная группа, да? Декретированная группа, да. То есть, это работники дошкольных учреждений, школьных учреждений, да, образований, высших учебных заведений. Вот сейчас мы видим, что как раз вот идет заболеваемость высших учебных заведений. Мы видим в Москве, да, вот эти вспышки МГУ среди студентов. Вот. И кроме этого, и появится ситуация, да, если идет подъем заболеваемости, естественно, идет вакцинация взрослого населения. Это обязательно нужно делать с 18 лет, контролировать все это. Двукратная вакцинация, если был контакт и не было, нет, скажем так, информации по вакцинации у человека, да, то есть, если была вакцинация в детстве, то достаточно однократной вакцинации. Каждые 10 лет. 25, 35, 45, 55 лет. Если нет достоверных документов, подтверждающих предыдущую вакцинацию, то проводится двукратная вакцинация через 3 месяца. И тогда считается, человек достаточно защищен от встречи с этим заболеванием. Бывают случаи, что заболевают даже вакцинированные люди. Все-таки бывает такое, да? Конечно, да. Но тогда они болеют уже в лёгкой форме, да? Эти заболевания, как при любой инфекции, которая управляемая, да, это что касается гриппа, да, допустим, там, дифтерии и так далее, да. Все мы можем заразиться, конечно, но заболевание протекает более легко и практически не бывает осложнений. Это очень важно, конечно. Да, это очень важно, да. То есть здесь мы защищаем, помимо того, что мы защищаем себя, мы защищаем окружающих себя людей. Тоже это маловажный фактор, когда вот мы говорим, что, ну, и вот мы когда-то вакцинировались, да, и вроде и не заболеем, и тут и корят так себе, там, там, один-два человека заболел, да. Делать не в этом совершенно. Мы, думая о себе, в первую очередь, мы должны думать об окружающих. А близких, а своих родных, конечно. Есть категория, как я уже говорил, да, категория пациентов, которые, противопоказания у них есть к вакцинации, да. Ну, какие это могут быть противопоказания? Это же, наверное, минимальное количество. Ну, в первую очередь, конечно, это реакции. Ну, да, какие-то аллергические реакции на предыдущие вакцинации. Или в анамнезе, какие-то антилактические шок, например, был, или еще что-то. Антилактический шок, да. Аллергические реакции на антибиотики, потому что там неомедицина находится в составе вакцины. На куриный белок. Тоже, как гриппозные вакцины, да, тоже противопоказаниями являются. То есть есть ряд, когорт, определенные, людей, которым противопоказаны эти вакцины. И мы должны вакцинации себя защитить именно вот этих людей. Ну, и, наверное, острые периоды каких-то заболеваний тоже, наверное, воздержаться. Но это для общей принципы профилактики, да, и противопоказания для вакцинации. Ну, острый период прошел. Любого острого респиртового заболевания, да. Как только проходит острый период, конечно, нужно вакцинироваться. Понятно. Алексей Юрьевич, ну вот все-таки в вашей практике были такие случаи, когда, например, вот человек переболел корью, да, и он заболел повторно. Бывает такое? Или это все-таки несуществующий факт? Ну, это казуистика, по большому счету. То есть иммунитет стойкий, да, после кори? Достаточно стойкий иммунитет, да. И, слава богу, в нашей практике такого не было. У нас и кори-то, в общем-то, единичные случаи были, да, в нашей практике. Но вообще по статистике вполне возможно повторное заболевание, но это крайне редкий случай. Ну, то есть человек, который переболел корью, он может как бы спокойно уже по поводу вакцинации, в принципе, если у него в анамнезе точно зарегистрировано все это. Переболевшие корью, да, либо вакцинированные. Они не подлежат вакцинации уже. Переболевшие кори, но лучше в таких случаях провести диагностику, да. То есть посмотреть тетр-антител, напряженность иммунитетом в организме. Если он соответствует определенным значениям, мы видим, что, да, действительно защищенность в организме есть, то, конечно, смысла вакцинации нет. Если он снижен, да, потому что организм тоже по-разному может реагировать на течение заболевания, в зависимости от того, как переболел. Может быть, он легко переболел, да, и напряженность иммунитета низкая достаточно. Если он тяжело переболел, конечно, чаще всего это очень стойкий иммунитет формируется. Легкие формы могут формировать нестойкий иммунитет. И с возрастом терять антитела. Тут, конечно, нужно думать о вакцинации повторной. Васильевич, ну вот очень много у нас сейчас инфекций, да, и их осложнений происходит из-за того, что вот есть какие-то антипрививичные настроения, да. Вот чем они опасны и каких вообще, можно сказать, осложнений, распространения каких инфекций, вот если действительно вот мы вот эти антипрививичные какие-то эти, да, не минуем, как говорится. Ну, антипрививичное движение, оно было у нас всегда. Ну, это да. Как только появились вакцины, да, появилось тут же параллельно. Давайте прямо вот жестко скажем вот по поводу этого. Антипрививичное движение. Это опасно больше информационно, да, эти моменты. И бороться, конечно, с этим нужно чисто информацией тоже, то есть доступностью населению, людям, доводить до их понимания, для чего нужна вакцинация. То есть не только защита себя как такового, да, но и окружающих себя. Только когда есть прослойка вакцинированная, да, то есть формируется прослойка популяции населения, да, ну, в агломерации какой-то в городе, там, да, в населенном пункте, в стране, тогда вероятность распространения данных заболеваний, которые распространяются, та же корь, там, там, тот же грипп, там, дифтерия и так далее, она минимизируется. И, соответственно, мы защищаем таким образом те же вот группы населения, которые противопоказаны прививке, которые чаще всего могут быть подвержены тяжелым осложнениям и летальным исходам. Вот, поэтому очень внимательно к этому нужно относиться и доносить до людей правду в вакцинах. Потому что очень много ложных, лживых, информационных таких выпадов, ненаучных. Хотя сейчас у нас есть интернет, да, и любую информацию можно достаточно легко достичь, как положительную, позитивную, так и негативную, конечно. Все зависит от человека, как он воспринимает эту ситуацию, да, и как до него ее доносит. Алексей Ильич, ну, тогда давайте вот расскажем, какие виды вакцин от кори используются, насколько они эффективны, вот, и вообще вот на эту тему. Ну, от кори применяются живые коревые вакцины. Они могут быть как моновалентные, так и многокомпонентные, да. Допустим, живая коревая вакцина чаще всего применяется для вакцинации по эпид-показаниям для взрослого населения, да. Для детей чаще применяются комбинированные вакцины. Это вот в 12 месяцев и в 6 лет ревакцинация. Это комбинированные вакцины красного аппаратита. То есть не потому, что там какая-то эффективная, неэффективная, а именно показания такие строгие. Ну, вообще, конечно, по, скажем так, по эффективности они все одинаковые. Но боновакцины считаются, что они более безопасны, потому что однокомпонентные. Вот поликомпонентные, чем они хороши? Тем, что не нужно несколько вакцин делать, да. То есть один укол сделали, да, и защищен от трех инфекций. Но это в любом случае решает доктор, да, решает врач, какой вид вакцины. Конечно, да. Ну, для детей преимущественно, конечно, это многокомпонентные вакцины, красного аппаратита, либо приорекс, если из импортных вакцин мы выбираем. Вот они все эффективны, они достаточно безопасны в своем, ну, если нет противопоказаний прямых. А для, по эпидопоказаниям, конечно, уже взрослые населения вакцинируются коревой вакциной, живой. Алексей Ильич, а возможно, что, вы сказали, что это входит в календарь прививок, да, обязательно. Возможно ли такое, что если человек даже куда-то там поедет, там, в другой регион, там, или куда-то там на отдых, да, то, возможно, что будут спрашивать, да, тоже вот данные, по каким-то показаниям там, да, тоже. Вы имеете в виду, что не выпустят куда-то без вакцины? Ну, да, я вот имею в виду, да, в календаре. Нет, ну, такого жесткого у нас нет, как бы, да, но, допустим, за границей детский сад не допускают без вакцинации от кори-красного хипаратита. Вот, у нас немножко в этом отношении попроще. Более лояльно, да? Более лояльно, да, потому что все-таки желание родителей, да, здесь учитывается. Сказали уже, если это декретированная группа, да, если это образование, там, да, медики. Но работники должны быть вакцинированы обязательно, потому что здесь идет вопрос о недопущении к труду, да, без сосудистой вакцинации. Детей, да, дети могут быть не вакцинированы, но там ряд могут быть отказов, родители, там, да, противопоказания какие-то. То есть все должно быть обязательно документировано? Ну, конечно, да. Ну, опять же, я всегда говорю, вот отказ отказом, да, ну, это вообще вот такая ответственность, да? То есть все-таки медикам, нам, вот, людям в белых халатах, надо убеждать все-таки людей, да, что это нужно сделать? Ну, не только убеждать, только разъяснять. Разъяснять, да, да. Да, чтобы они поняли, для чего это делается. Ну, как говорится, по полочке все раскладывается. Конечно, да. Нужно работать, конечно, с родителями, с взрослыми людьми, да, которые, ну, кому необходимо проводить вакцинацию, чтобы было понимание, для чего это делается. Тогда, в общем-то, у нас проблема это будет решаться. Ну, вот, из вашего опыта тоже, вот вы сказали, что кори действительно опасное заболевание, действительно осложнение, все. Ну, просто даже вот из истории вот сейчас, да, вот, кори были, значит, зарегистрированы, вот были какие-то вот действительно такие тяжелые случаи, чтобы действительно вот где-то из средств массовой информации было это озвучено, как-то доносилось до населения? Ну, чтобы вот прямо очень тяжелых случаев пока у нас, слава богу, не было, да, но это не говорит, что как бы не может так быть, да, потому что мы также начинали с коронавирусной инфекцией, да, вроде тоже. Поэтому заранее все это проговаривали с вами, да. То есть эти варианты все возможны. Это же от многих факторов тоже зависит. Вот, опять же, и от результата вакцинации, да, и от состояния организма, от дозы этого вируса, да, какой попал в организм, да, от степени тяжести течения заболевания. То есть откуда этот вирус приехал, да, потому что у нас, может быть, и местные вирусы, и приезжие вирусы, да, завозы из других государств. Потому что и в разных странах по-разному это коре протекает, по тяжести даже тоже. Опять же, вот в Африке высокий процент смертности, потому что там и уровень вакцинации ниже намного, да, и уровень здравоохранения ниже, чем в развитых, допустим, европейских, да, странах и странах Востока. Вот, поэтому здесь, конечно, нужно учитывать все эти факторы. Ну, Алексей Ильич, ну, я понимаю, что наши медработники, да, с вами первичная звена, они абсолютно все знают, да, как поступать, сколько наблюдается очаг и все прочее. Но все-таки давайте напомним все-таки, да, нашей медицинской аудитории, да, вот насколько важно это, да, наблюдение, насколько важно вот соблюдать все вот эти вот стандарты и обследования, да, и наблюдение за очагом, и как это все происходит у нас именно? Ну, в первую очередь, начинается все с диагностики, да, то есть постановки диагноза. Чем раньше... То есть, с чего мы начали с вами этот программ? Да, чем раньше правильно оставляется диагноз, подтверждается диагноз, тем быстрее начинаются противоэпидемические мероприятия. Ограничивается очаг, изолируются больные, да, определяется круг контактных, да, это очень большая работа, это работают и эпидемиологи, и первичное звено. Это очень важная работа на самом деле. Конечно, это очень важное звено. Базовое такое. Оно как бы незаметное, да, это работа, но без нее практически невозможно остановить распространение инфекции. Вот это работают и эпидемиологи, и Роспотребнадзор, да, и первичное звено клиническое, да, и стационар работает тоже, допустим, если выявляется внутрибольничная какая-то инфекция, да, это тоже очень важно. Там все вот так вот взаимосвязано. Все взаимосвязано, да, и если все этапы вот этого... Соблюдаются? Да, надзор соблюдается, и все вовремя диагностируются, и вовремя изолируется пациент. Естественно, очаг быстро ограничивается и прерывается цепочка развития дальнейшего этого тяжелого заболевания. Ну, это как бы законы эпидемиологии для законов инфекционных заболеваний. Ну да, ну а как наблюдать и как вести себя в очаге? Это все наши медики знают. Все нормативные документы, все прописано, да, в принципе, мы этому учимся мы и на студенческой скамье, да, когда подготовиваемся к будущей работе, и постоянные проходят занятия по этим инфекциям. Во все циклы входят это все, да? Да, и структуру усовершенствования, и специалистов разных профилей все это проходит. Естественно, каждый медицинский работник обязан знать, признаки заболеваний таких, да, особенно с экзантемами, это кори, краснух и другие заболевания, связанные с экзантемами, и порядок действий при таких заболеваниях. В очаге и так далее. В уявлении, да. Алексей Ильич, ну и уже по традиции, в завершении нашей программы, может, какие-то добрые пожелания, вот как специалиста, как инфекциониста? Ну, как специалист, как инфекционист, да, хотелось бы пожелать, конечно, здоровья всем, потому что вот в наших руках практически мы держим наше будущее, да, особенно это касается, конечно, детей наших, да, нужно задуматься в первую очередь о детях, как они дальше будут жить, как они, насколько они здоровы будут, и пожилое поколение наше, да, о которых мы тоже обязаны заботиться и думать. Поэтому вакцинируйтесь правильно, с умом, чтобы избежать неприятных последствий от различных инфекционных заболеваний. Всем здоровья. Спасибо большое, Алексей Ильич, спасибо. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, удачи, успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Субтитры подогнали Симон.